Девушки отдыхают 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 В самой игре просто безумие, такое ощущение, что там половина художников Юбисофта рисовала только различные костюмы и прочие штуки для ассасинов. Всего будет порядка 200 самых разных предметов, и самое интересное, что все они будут обладать статистикой. Впервые в Assassin's Creed они делятся не просто там на массы, но и обладают собственными параметрами. То есть различные элементы одежки будут влиять на то, как вы сливаетесь с тампой, и насколько вы там быстро можете внутри нее ходить, насколько незаметно. Поменяли капюшон, стали двигаться внутри тампы быстрее. Поменяли сапоги, теперь с большей высоты можете прыгать со здания. Купили более крутой пояс, теперь больше дымовые бомбы с собой. И то же самое с оружием, теперь все переведено в числовое значение. Если раньше там по классам оружие все делилось, то теперь у каждого оружия есть конкретные рейндж атаки, на кум расстояние ты можешь им бить, какой у него урон, ну и так далее. Ну а хай новость заключается в том, что вместе с шматизмом придет в игру и донат. Совершенно необязательный, но тем не менее. Вы одни предметы будете получать просто за выполнение каких-то миссий, другие за выполнение каких-то челленджей, ну а если вы не хотите заморачиваться, чтобы мучить какую-то шмотку, то можно будет просто заплатить. К сожалению, в современной игровой индустрии это все чаще становится нормой. Мой Атуш, я здесь, чтобы увидеть князь бомбарей. Есть, естественно, очень развитая система скинлов, про которую подробно не говорили, но их там прям очень-очень много. То есть сделано все, чтобы вы смогли своего ассасина очень-очень сильно персонализировать, как в плане внешнего вида, так и геймплея. Ну а так, в целом, вот кооператив на двоих, он мало, в принципе, отличался от прохождения миссии с какими-нибудь компьютерными напарниками. Единственное, что Eagle Vision, когда вы там осматриваете окрестности, выделяете цели, шарится между всеми игроками. Если ваш напарник, да, увидел цель, то и вы будете знать, где она. Это пока вот единственное серьезное такое отличие в ощущениях, которые я увидел. В целом, конечно же, никакой катастрофы нет. Assassin's Creed все равно развивается. Ну, наверное, все-таки не такими шагами, как нам всем хотелось. Хотелось, конечно, чтобы next-gen-овский Assassin's Creed был лишен уже всех этих проблем, всех этих недоработок. Но, увы, единственное такое вот большое отличие, я заметил, что мой напарник постоянно пользовался дымовыми гранатами и, в общем, геймплей выглядел примерно как в том самом анонсовом ролике, когда кидается дымовая граната и мы вместе устраиваем резню, просто всех выносим. На этом пока все. Спасибо, что смотрели. Если понравился рассказ, ставьте лайки. Больше лайков, больше желания делать новые видео. Заходите в влог, там впечатления появляются раньше. Ну и подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...